Здравствуйте! Начинаю очередной комментарий к текущим событиям от утра 2 марта. Я, как обычно, не буду комментировать ни военную операцию, ни ее последствия. Речь пойдет о экономических последствиях и о геоэкономических. Я уже два дня внимательно слежу за реакцией мира на события, и у меня складывается довольно четкое ощущение, что Соединенные Штаты Америки решили использовать сложившуюся ситуацию, причем не исключено, что они это решение приняли уже некоторое время тому назад, для конкретной своей задачи. Я напоминаю, что в 1987 году в Соединенных Штатах Америки на фондовом рынке произошел самый крупный одноразовый обвал. Ну, в таком регулярном времени. И казалось, что начинается новый кризис. Однако развал социалистического лагеря в 1989 году и распад СССР в 1991 позволил Соединенным Штатам Америки украсть довольно большое количество ресурсов, которые предотвратили этот кризис и оттянули его практически на 10 лет, поскольку начался период, который получил название «Золотая эпоха Клинтонов», эпоха разграбления СССР. Сегодня СССР нет. Разграбить Китай и Соединенные Штаты Америки не могут. Это просто невозможно. Единственная кубышка, которую можно вскрыть для того, чтобы покрыть свои проблемы, напомню, что Соединенные Штаты Америки эту технологию уже использовали. То есть в этом смысле они вполне себе готовы. Это Евросоюз. Я достаточно давно, там еще и 10 лет тому назад, и даже, может быть, и больше, объяснял, что теоретически они такую технологию использовать могут. А вот практически было не очень понятно, как ее можно осуществить. И вот сегодня мы видим, как это осуществляется. Механизм этого состоит из двух частей. Часть первая состоит в том, что Соединенные Штаты Америки дождались, когда экономическая ситуация в Евросоюзе стала ухудшаться быстрее, чем в США. Это очень хорошо видно по обзорам Фонда экономических исследований Михаила Хазина, поскольку там видно, что темпы инфляции в странах Евросоюза нарастают быстрее, чем в США. В США, кстати, действительно последние три месяца промышленная инфляция немножко припала, а вот в Евросоюзе она стремительно растет. И на этом фоне они, используя, скорее всего, опытных подстрекателей, уговорили Евросоюз применить против России максимальное количество санкций. Мне не исключено, что некоторые из них они специально придумали для этого. Результат получился совершенно замечательный, потому что многие из этих санкций бьют по Евросоюзу сильнее, чем по России. Более того, поскольку в России началась национализация элит, ну, то есть она не может не начаться по итогам всего этого безобразия, и, видимо, первым шагом стал открытый совбез. И двигаться, в общем, есть куда. Политика Центробанка последние дни показывает, и коммерческих банков последние дни показывает, что ситуация абсолютно ахлая. Например, Путин запретил повышать ипотечные ставки для тех договоров, которые были заключены раньше. Но, тем не менее, и тут банки начали направлять ипотечникам уведомления, что поскольку теперь ставка по их договорам сильно меньше, чем официальная ставка рефинансирования, то они должны платить налоги от незаконно полученной прибыли. Понимаете, да? Вот банки никакой незаконно полученной прибыли не получают. И тот триллион с лишним, который они получили в прошлом году, это законная прибыль. А вот, соответственно, для граждан, которые вообще ничего не делали, и которым непонятно зачем подняли ставку рефинансирования, они, соответственно, теперь вынуждены платить. То есть Центробанк, помимо того, что он остановил все промышленное производство в стране, еще и наложил спецналог на всех ипотечников. Молодцы, ребята, ничего не скажешь. Совершенно гениально. То есть нет, формально все безупречно. Действительно, если ставка сильно меньше, чем та, которая официально, это граждане должны платить налог. Но, как говорил Владимир Ильич Ленин, по форме правильно, а по сути издевательства. Возвращаемся. Значит, у нас сейчас начнется национализация элит, очень жесткая. Ну, просто иначе не выжить. У нас начнется, если так можно выразиться, промышленный бум. А потому что иначе не выжить. Да, разумеется, нужно будет радикально перестраивать, ну, собственно, создавать с нуля систему инвестирования в российскую экономику. Ни в коем случае не разрешая этим заниматься коммерческим банком, поскольку эти разворуют все. Ну, мы просто видели это на примерке. Но, тем не менее, мы понимаем, что нужно делать. Значит, нужно создавать систему проектных институтов. Они могут быть и частными, но у них должен быть категорический запрет на валютные спекуляции. У них даже может быть банковская лицензия, но ограниченная. И уж точно эмиссионные деньги, которые должны идти на инвестиции, не должны предоставляться банкам, у которых имеется валютная лицензия. Тотальный запрет. Только рублевым банковским институтам, имеющим проектные отделы, то есть, которые будут кредитовать или уже, не даже не кредитовать, а давать деньги. Потому что очень многое, очень большой объем производства нужно делать за счет эмиссионных денег бесплатно. Главное, чтобы было предприятие. Еще раз повторю то, что я говорил много-много-много раз. За счет того, что наша экономика недомонетизирована, и за счет колоссального объема импорта, правда, сейчас он немножко упадет, но не следует считать, что так уж прямо критически. Потому что от большого количества потребительских товаров и от промышленного ширпотреба мы отказаться пока не сможем. У нас нет внутреннего производства. Мы отказываться невозможно. Мы должны это делать. Так вот, в этой ситуации у нас начнется бум. А в том же Евросоюзе начнется очень сильный спад. Он уже начался. Они его скрывают в цифрах, занижая инфляцию. Но он уже начался. И в этой ситуации капиталы западные, те, которые смогут, убегут в Соединенные Штаты Америки. И в результате уровень жизни в Евросоюзе упадет не просто стремительно, а просто ужасно до состояния 50-х годов. Желающие могут посмотреть итальянские и французские фильмы времен неореализма и новой волны. Бедно они там живут. Очень бедно. И вот это та ситуация, в которую они сейчас свалятся. А Соединенные Штаты Америки получат сливки. Я думаю, что общий объем инвестиций, который они получат, будет 1,5-2 триллиона долларов. Это не бог весь, какие деньги. То есть это не изменит общую концепцию спада. Но, во-первых, несколько ослабит эмиссионное давление на Соединенные Штаты Америки. А во-вторых, это позволит им на какое-то время какие-то дыры закрыть. Ну а дальше логика понятна. Умрите вы сегодня, чтобы я завтра. Вот для Соединенных Штатов Америки уже понятно, что вопрос с Евросоюзом и Западной Европой решен. А на этих руинах, скорее всего, будет царствовать Великобритания. Ну просто потому, что она в силу некоторого имперского опыта, который у нее еще остался, будет поддерживать некоторую жизнедеятельность, как бы ее экономике не было плохо. Вот еще раз это место нужно уточнить. Я не уверен, что Соединенные Штаты Америки этот сценарий планировали изначально. Может быть, они его почувствовали, его возможность, ну где-то там пару-тройку месяцев тому назад. В общем, в тот момент, когда они поняли, что Россия будет проводить спецоперацию по демилитаризации и деноцификации Украины. И стало возможно разыгрывать такую комбинацию. Хотя сама по себе логика такой операции у них была. Потому что они ее провели с СССР, ну вообще со всем социалистическим лагерем в конце 80-х. По этой причине. Сейчас Соединенные Штаты Америки вводят очень мягкие санкции. Поэтому они намекают, что эти санкции могут быть и сняты, как только военные действия на Украине закончатся. Поэтому они максимальным образом подзуживают страны Евросоюза для такого максимально безобразного поведения. До меня уже дошла информация, что в Германии русских детей в школы не пускают. Может быть, это неправда. Не знаю. Это одноразовая информация. Но то, что русских детей выгоняют из университетов западных, это правда. Может быть, еще не из всех, но и из некоторых. То есть это, в общем, начинается такой геноцид в легкой форме. Отметим, что для Западной Европы, которая была под Гитлером, это совершенно естественно. Только вместо евреев теперь русские. Ну, замечательно. Ну, что вы хотите. Они вот такие были всегда. Чтобы там мы не говорили про цивилизацию, еще чего-то. Нет там цивилизации в классическом смысле этого слова. Цивилизация там умерла. Ну, во всяком случае, на севере Европы с того момента, как появился протестантизм. Потому что протестантизм с точки зрения традиционных ценностей, это такая версия сатанизма. Вот картинка, в которой мы сегодня живем. Кстати, обращаю внимание, что капитализм это тоже во многом следствие этого идейного перехода. Отказы от запрета на судный процент. Поэтому, мне кажется, что нас будут ожидать очень неожиданные события, буквально в ближайшие пару месяцев. Связанные с тем, что до, в общем, не совсем адекватных руководителей Западной Европы будет наконец доходить, собственно, что же происходит. Они будут плакать, нервничать, ну и так далее, и тому подобное. Нас это, как вы все понимаете, волнует мало. Но нужно еще несколько сказать, а почему же удалось провернуть такую комбинацию с ними. Ответ очень простой. Дело в том, что западноевропейский, ну, евросоюзовский политикум последних двух политических поколений, политическое поколение чуть меньше, чем поколение человеческое. Человеческое поколение 25 лет, а политическое, ну, в общем, 10-12. То есть обычно через 10-12 лет происходит смена большинства основных политических фигур. Так вот, последние два поколения европейского политикума – это люди, которые органически не способны нести ответственность. Ни за что. И по этой причине они могут себе позволить придумывать любые фантасмагорические конструкции, абсолютно не задумываясь над тем, каким они реально приведут последствия. То есть в некотором смысле они похожи на игроманов, которые живут в своем виртуальном мире и изредка от него отрываются, смотрят на людей, которые вокруг, как на неких таких зомби. Типа, это что такое? В моем замечательном мире, где там эльфы или орки, но эти скорее похожи на орков. Что, ужас какой? Правда, они еду отдают. Их надо называть там папа-мама, но все равно вот мир там, вот здесь. Вот, и эти люди, живя в абсолютно виртуальной реальности, являются абсолютно неадекватными. И, соответственно, вменить им ответственность, они не просто не несут ее, им ее даже вменить нельзя, потому что безнадежно, они не понимают, что это такое. И по этой причине я подозреваю, что они очень легко стали жертвами вот этого вот развода. Нам запретили ездить в Европу. Я вам могу сказать, дорогие товарищи, я подозреваю, что к осени ничего, кроме вот этого вот жалкого, дешеводирающего зрелища, вы не увидите. Давайте искать другие места для отдыха. Может быть, там и останутся места, где будет приятно, но они будут очень узкими и очень дорогими. Настолько дорогими, что находиться там, в общем, будет достаточно странно. Так что я считаю, что то развитие событий, которое происходит, оно скорее для нас начинает приобретать позитивный оттенок, прежде всего в том смысле, что от нас начинает очень много чего зависеть. Только от нас. И это очень хорошо. Будем надеяться, что эта тенденция продлится и в будущем. До свидания. Спасибо. Спасибо.